Саламалайкум, алейкум, алейкум, алейкум. Я как раз рассказываю о сегодняшнем посещении нашего райотдела, этот полиция. Мы сегодня встретились с начальником райотдела. Сейчас он отстранен. Он сказал, что его отстранили. Замы тоже отстранены. Батрузин Юсупов? Да, да. Я, честно сказать, спокойный такой. я это знаю, вот, уже не первый раз встречались, все. Я говорю, как же так получилось, говорю, что по моей информации, что там крик стоял, короче говоря, да, реально, крик был такой, все. А там ребята в райотделе вот так в приватном разговоре разговаривал. Ну, там бывают крики доставленные, разные там бухи, там, орут, кричат, там, шум. И они привыкли не обращать внимания, видимо. На крике. Но еще одна проблема для Рамадан, то, что там дверь на четвертом этаже и третьем этаже тоже, бронированная, закрытая. Раньше двери были открыты. А сейчас закрыты двери. Даже если ты услышишь крики, подняться туда, зайти туда, на четвертый этаж, это несколько проблематично людям. А это было ночью. Получается, в час ночи он зашел в райотдел. Видимо, сначала был разговор, общение какое-то, все, а потом те, видимо, он же не был, и райотдел, и начальник тоже сказал, он не был обвиняемым. Он пришел, спокойно зашел, в видеокамеру, говорит, тоже есть спокойно, ни в наручниках, ничего, спокойно сам зашел в райотдел, в час ночи. И, к сожалению, в 4 часа 15 минут в больнице он был мертвым. Его доставили мертвым, фактически. У него там сердце еще как-то, говорит, билось, когда они скорую вызвали, или что там, позвонили, скорую помощь, или там что. И начальник райотдела, говорит, ко мне позвонили, говорит, я сказал, срочно, говорит, в больницу, быстро в больницу. Вот. И сейчас я саранчу быстро. Не, 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 смотри. Остался саранчу, пускай там гушуется, саранча нам не мешает. Сейчас нам мешает отсутствие сведения. Во-первых, я тебя благодарю, что ты нашел время, как член ОНК, заместитель, председатель ОНК, посетил вот это резонансное дело, здоровый человек, который не обвинялся ни в чем, ни бандит, ни наркоман, обычный человек, нормальный семьянин, дагестанец, заходит своим ходом в райотдел, оттуда в райотдел покидает мертвый. То есть в этом райотделе произошло что-то такое, после чего обычный гражданин погиб. Теперь выясняется, что его мучали электротоком, что его привязывали и его били. Весь райотдел, который там был, дежурил, никаким образом ему не помог. Это принял как должное. Не возмутились никто. Бейте, мы тоже бьем, каждый день бьем, и вы тоже бейте. Только вот смерть этого человека позволила вынести вот этот мусор от этих мусоров, мусор из избы. И смерть этого человека Курбана Долгатова должно послужить тому, чтобы весь этот райотдел полностью закрыт. Во всех райотделах, туда, куда попадает человек с улицы на допрос или что-то, были прозрачные окна, чтобы весь райотдел, который там есть, видел, что происходит с гражданским человеком. Даже больше потребует, как было в Грузии, с улицы, чтобы люди могли видеть, что там происходит. Это опиющий случай. Это случай, который раньше тоже повторялся. Но в то время наше общество было рабским. Преклонялись перед Авдулатиповым, преклонялись перед Васильевым. Но вот это преклонение долгое разбудило в людях человеческое достоинство, собственное достоинство. Поэтому люди сейчас возмущены. Поэтому мы сейчас как раз таки с людьми разговариваем. дядя Шамиль, скажи, пожалуйста, Шамиль Матайевич, вот реакция верховного руководства, этот райотдел, он уже, бывает же, вот когда предавал полков на войне, его расформировали, больше он перестал существовать. Такое предательство по отношению к гражданскому населению, как в этом советском райотделе произошло, раньше тоже там было убийство. Ты помнишь твоего друга тоже вот так этот, этот, адвокат был же потом, который не адвокат. Не адвокат, да. Но я продолжу. И теперь, что известно о реакции верховного руководства Министерства внутренних дел? Министр внутренних дел в отставку отстранил, вернее, отстранил начальника и трех заместителей райотдела и уволили начальника уголовного розыска и двух его заместителей. Вернее, документы, говорит, готовят на увольнение их, по нашей информации. Вот. Почему? Потому что начальник уголовного розыска, его замы не могли не знать, что там такие вещи творятся. Потому что смерть, она говорит, о чем? Что раньше прокатывало, а в данной ситуации не прокатило. То есть человек сердце остановилось. Они же его били. Тело же в синяках. Там не только шок, электрошок, там была драка, получается. Другого объяснения нет. Он же сам крепкий парень. Я еще не видел его, когда мне сказали вот так, вот так, током. И у меня сразу логика сработала. Я говорю, видимо, парень такой крепкий был, духовитый, что от злости, что ли, его током убили. А потом, говорят, оказывается, мастер спорта по борьбе, вольной борьбе, короче говоря, и сильный, крепкий парень. Фотографию тоже показали из Гоора, Шамильского района. Мама, говорит, его из Гиргебеля. У него остался сын, по-моему, 7 лет, и дочка 3 года. Дочери. И сын, как вроде сказали, один сын. Он один сын был. Представляешь, какая трагедия, жену видел я, жены обращения было, она рассказывала все, телеканал Маш, да, этот, Маш, да, этот. Честно говоря, в наше время молодой, 35-летний парень на ровном месте был убит. Там сегодня задержали того мужчину, который стрелял из травмата. А, пять выстрелов в ногу своему противнику сделал. Его тоже мы видели, он был в райотделе доставлен. Тоже мужик, он тоже, честно говоря, на него смотрю, ты представляешь его теперь состояние? Из-за его вот этих разборок с тем был убит его друг. И тот парень, убитый, Курбан, он, видимо, там так получилось, что когда этот выстрелил, Курбан, говорит, отвез того домой, Пальмира, что ли, где он там жил. Потом приехал за машиной этого, который стрелял, его машину тоже туда отвезти. И потом его там нашли, и он приехал, сам зашел в райотдел, и вроде бы, как он сказал, если даже знал бы, где он находился, тоже не сказал бы, да. И тем более, если вы, тем более знают, кто был тот виновный, да, который стрелял, зашел, этого бить, пытать, зачем, что он, ну, в розыске объявите, какие проблемы, что он, свет клином сошелся, что ли, такое, ЧП, что ли, там, я не знаю, мирового масштаба, придет, куда денется, тот показание дал, что в меня стрелял такой-то человек, они друзья были, знакомые были, по поселку, друг друга знали, все трое, ну, зачем надо было этого человека мучить, пытать, бить, это диетизм. Как ты думаешь, вот эти опера, почему на это решились, три человека на одного, почему, они чувствовали за собой начальник все равно их защитить, или они это часто делали, что для них было это привычным делом, вот твои мысли, как, ты же не один раз в райотделах был и в тюрьмах был, вот, сравнивая, делая логически, если так подумать, что сподвигло этих ребят на эти преступления, преступные действия в отношении гражданина? Это я же говорю, у них это, видимо, была поставлена работа вот так, человек, если был убит током, да, там, значит, до этого они много раз так делали, просто у него сердце не выдержало, переборщили с ним, я более чем уверен, эти случаи были не один там, более чем уверен, не один такой случай, у них проходило это, а у него сердце, может быть, может быть, какие-то, там есть тоже такое мнение, там разговаривали с этим, может быть, какие-то и препараты принималось, сердце остановилось, может быть, не знаем, но сам факт, то они его, спортсмены, да, это проверит экспертиза, но сам факт, что человека зашел своими ногами и был, оттуда его привезли в центральную больницу, 4 часа 15 минут труп привезли, прям записано, труп, журнал я зашел, посмотрел, покажите журнал, там написано, применяют, что они хотели, то есть ты проверил журнал в центральной больнице, в центральной больнице и дежурная часть, когда заходили, вот записывают, когда, как посетители, журнал, там тоже мы посмотрели, в час 00 он был, сам пришел, ну там, говорят, вопрос такой, доставлен, или сам, как гость пришел, он пришел, как поговорить с ним, его пригласили, поговорить, узнать насчет того, то есть добропорядочный гражданин, его не приволокли, сам пришел, да, рассказал все, что было, да, он не скрывался, ничего, этот, все, пришел, разговаривал, все, и видимо, что-то там им не понравилось, да, они не знают, что они хотели сделать, но я лично сказал, я начальнику райотдела тоже сказал, слушайте, у вас же тоже комиссии, как принимают на работу таких людей, есть же комиссии, это же опасные для общества люди, которые вот так подпускают работать с людьми, с гражданами нашей республики, как они медкомиссию проходят психически, это психологи, у них, как они психологов проходят, это ненормальные люди, которые вот таким зверствуют, с людьми, которые, тем более, он свидетель, он свидетель, он не преступник, не подозреваемый, он свидетель, как можно было взять человека, свидетеля, запытать до смерти, ну, не говорит он, например, где находится тот человек, ну, не говорит, не говорит, возьми, возьми этот, объявитовый розыск, да, куда он денется, показания-то на него уже даны, да, согласен, согласен, скажи, пожалуйста, это случай более серьезный, чем тот Америки, вот, бандита, который хотел сбежать с места преступления, полицейский поймал, помнишь, Black No Matter, вот это возникло движение по всей Америке, он бандит, наркоман, много раз кидал людей, его поймали, когда его заворачивали, он умер, там, задушили, задушили, да, этот случай страшнее, или же мирный человек пришел в райотдел, как надежда, да, что страшнее, наш случай или американский? Наш случай страшнее, потому что это невиновный, это свидетель, а тот виновный был, то есть тот был незаконно послушный гражданин, да, творил там, там, фальшивые деньги, что он там творил, там, наркоман, кто он там был, а этот-то нет, Курбан-то не был. А теперь смотри, результат какой, по всему миру полицейские стали на колени перед этим движением, помнишь, да, по всему миру. не только полицейские, если бы вот этот, если бы этот случай был бы в Америке, какая была бы реакция, можно представить? Да, кошмар был бы, просто ужас. Даже, несмотря на то, что тот был виноват, тот, и тот народ как-то на дыбы встал. Ужас. А здесь этот парень невиновный был. Он свидетель был. Сегодня, вот я же говорю, мы видели этого, который был виновный, который стрелял, он был там, на третьем стаже, следователь пришел он. Я считаю, что это дело на начальника райотдела не может остановиться. Это сугубо, сама система настолько сгнила, что вся система должна рухнуть. А этот райотдел полностью закрыт, вообще забит окна полностью, чтобы туда больше никто никогда не заходил. Снести его, сделать там сквер или парк, потому что там тоже как раз очень узкое место, оно мешает. Из-за их машин эту улицу закрыли, там проезд запрещен. И столько неудобств для махачкалинцев, еще убивать начали они. Поэтому я считаю, этот райотдел полностью снести, разровнять, посадить там клумбу памяти Курбана Долгатова. Пускай все родственники этого человека, все махачкалинцы на этом будут настаивать, но пускай нас поддерживают, наши предложения. Этот райотдел больше не должен существовать в этом месте, и ни один больше милиционер не должен там работать. И больше того, на этом не должно останавливаться. Это для нашего гражданского общества, для Дагестана, это большой урок. Смерть невинного человека, семьянина дагестанца, которого просто запитали, убили, убили те, которые существуют на наши деньги, налогоплательщика, даже нас охранят, нас убивают. Поэтому, навеки, чтобы запомнилось, то больше такой случай не повторился никогда в нашей истории. Не только в Дагестане. И Россия, российское министерство тоже должно на это отреагировать. Если этого не будем, мы будем сидеть здесь каждый день напоминать. Больше того, Шамиль Мутаевич, я вас прошу проверить, вот эти три человека, на самом деле, арестованы они или нет, сидят в СИЗО или нет, и какая работа с ними ведется. Потому что я знаю, если эти люди могли убить, то обманывать тем более смогут. Я тебе скажу, мы хотели пойти в СИЗО, ИВС, ИВС убедиться зайти, но сказали, что им будет избрана мера пресечения, в суде они. Поэтому мы туда не пошли. Мы завтра пойдем ИВС, посмотрим на этих ребят. Одному 33 года, другому 30, другому 28. Молодые ребята. Молодые ребята. Я не знаю, как они с этим будут жить. Я не знаю, как, я не знаю, вот их родные и близкие, им как глаза, они своим родным и близким будут смотреть. Потому что они удар нанесли родным и близким своим. Им тоже сильный удар нанесли, несмотря уже уберем все другое. Потому что представь себе, да, каково отцу матери знать, что их не сын убийца. Да елки зеленые, елки зеленые, семья, жена, я тоже видел его супругу, елки, как она, она говорит. Девочка какая, да, девочка, как папу обнимает, да, эта фотография. Как она говорит, она говорит, только с его рук кушала, только с его рук кушала, папу ждала. Девочки же папу любят. Представляешь, она уже своего отца больше не увидит. Представляешь, да, вот, что они натворяют. Ну, эту тему сейчас дагестанцам я, наверное, обращусь, уважаемые дагестанцы. Вы сами видите, что благодаря общественникам эта тема разрослась и стала доступным достоянием общества. На нас сейчас могут быть оказаны давления, нас тоже могут арестовать. Эти люди чувствуют безнаказанность. Если они убивать могут, для них арестовать и то же самое с нами сделать тоже, никакой проблем не составляет. Поэтому следите за нашими выступлениями. Если долго не выходим там, то, что мы сейчас сделали для вас, для общества, вы тоже должны быть соучастниками для очищения нашего общества. И такие вещи, которые делают, придают огласки такие события, вы должны нас защитить, потому что другой защиты, кроме народа, они нас, те люди, которые должны защитить правоохранительную систему, право не охраняют, они убивают. И единственным нашим надежным защитником остается народ. ты знаешь, я тебе скажу, люди, Рамазан, сами сотрудники полиции в шоке. Что произошло, как произошло, они сами потеряли, я, честно говоря, с ними разговаривал, они, сам начальник краедела поняли, я говорю, вот как, вот с этими мозгами, как они здесь работали, вот как так получилось, что они работают здесь, эти люди, вот так убивают людей. Я тебе еще скажу, я тебе еще скажу, конечно, у людей мнение, что там их могут покрыть и так далее. Ребята, никакого отношения к расследованию ни министр внутренних дел, ни его замы не имеют. Расследует Следственный комитет Российской Федерации по Республике Дагестан, управление центральное, они забрали эти материалы себе, нам сказали, те рассматривают, там же никакой вмешать, там сразу пришли ОСБшники, камеры, все, 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 сразу все, фиксация, все есть, там спокойно, все есть, во сколько, все. Теперь они не денутся. Не денутся, денутся. Знаешь, почему? Потому что эти хабары, сегодня они сказали, эти сотрудники, завтра забудутся, завтра они, опять их служебные обязанности, опять надо взятки давать, опять надо исполнять поручения, если бы они вытащили свое удостоверение, сказали, я больше в этой организации не хочу участвовать, если бы они отказались, они категорически отвернулись от этого события, ни один из них не покинул место своей работы, ни один человек не вспомнил предыдущие события, ни один человек не поклялся, что своей стороне больше такого не будет, я готов буду, и так далее. Это хабары, там их, это мало для нас, не общество, на этом, вот смотри, что тут раз произошло, я тебе пример приведу, убили братьев Гасан Гусейновых, мы знаем убийцу? Нет. Не знаем, мы знаем, что убили безвинных ребят, пастухов, мы все дагестанцы это знают, и если дагестанцы народ знают, и другие тоже знают, и в этом случае эти сотрудники, хоть кто-нибудь из них сказал, что неправильно расследуется, что убийца не найден там, или убийца не наказан, что будут наказаны, ничего не обидно. Расследуют, также следственный комитет расследовал, и ничего не расследовал. Вот этот следственный комитет сейчас будет расследовать этих ребят тоже. И когда мы народ забудем... Здесь убийцы установлены, дядь Рамазан, убийцы установлены, их не надо искать, они задержаны, они находятся в ИВС, а тех не знают, кто, как бы не знают. Дядя Шамин, какие есть сотрудники? Есть сотрудники, которые заплатили за место или поступили по протекции. Просто так правоохранительную систему обычных людей очень тяжело поправить туда. Все люди, которые поступили по двум путям, или брали взятки, таких каждого, никого не спроси, я столько дал, я столько дал намеками. Татарии все знали. Или же генерал-отец просунул своего сына. И теперь ты думаешь, те, которые просунули их, они не будут их защищать? Точно так же, как братья Гусейн, их делать тоже не сделают? Конечно, будут пытаться что-нибудь сделать, но там статья от 8 до 15. нет, нам же, мы, честно говоря, не за то, чтобы наказать, найти и на этом остановиться, нет, мы говорим, Шамиль Мутаевич, о системе, чтобы это не могло больше повториться, чтобы произошло такое событие, памятное, снесение райотдела, увольнение всех работников, и такой, поставить туда памятник этому человеку, Курбану Долгатову, на этом месте, и все люди все помнили. Вот такое событие, если не произойдет, через 2-3 месяца в рутине жизни это событие забудется, народ тоже у каждого свои дела, об этом не будет говорить, мы тоже общественники, нас тоже никто этому не обязывает, нам никто не толкает на это, мы тоже можем отойти от этого, и это дело закроется. Наша главная цель, чтобы народ сейчас настоял на том, чтобы снести райотдел полностью. Если у этих сотрудников более масштабных событий, которые должны произойти в Дагестане, пускай они предложат, если они честные дагестанцы. Ну, я не думаю, что они на это пойдут, потому что ты сам знаешь, где опять им райотдел открывают. Но то, что там, вот этих всех виновных и рядом, кто стояли, не остановили, всех разогнать надо. и за то, что, честно говоря, на мой взгляд, за то, что так халатно отнеслись, надо не только тех троих посадить, но и тех, кто рядом был и не помог, зная, что там кричат, орут, кто там находился, они тоже должны быть подвергнуты наказанию. Это мое мнение. Потому что я бы, например, не смог бы слышать драка, крик, что творится, сидеть в кабинете, я бы не смог бы. Явно за оставление человека в беде. Это наказание тоже есть. Хотя они там не участвовали. Ты что, тем более человек же не подозреваемый, он свидетель. Такие вещи, как можно, ну там, это было ночью, короче, да, понятно, ночь. Вот смотри, час ночи, он туда заходит своими ногами, нормально все, а в 4-15 труп, констатирует труп. 3 часа, 15 минут получается прошло, как он зашел, 3 часа 15. Видимо, его длительное время напрягали, а в конце уже нервы не выдержали, они все его поломали. Бедные, бедные, Били тело, посмотри в синяка. Это особый садизм какой-то. Видел ролики, да, когда животных люди спасают, когда животные животных спасают, да, а здесь люди оказались хуже, чем животные. Так хуже, равного. Корово спасает, видимо, поворачивает, чтобы на ноги. Они знали, что у него семья есть, что у него родственники есть, братья есть. В любом случае, это они посмотрели жестоко. Это звери, это не люди, честно говоря. У них людского качества я уже не вижу. Семи равного, человек убит, мучительно. Сначала завязать его, я же видел, вот эти места у него были перевязаны. Синяки, аж выревался, наверное, Бакир, бедный парень, бедный парень, Курбан. Честно говоря, очень несущественное. До чего докатился Дагестан, до чего докатился Дагестан из-за молчания. А ведь, смотри, эти министры, которые довели, эти чиновники, эти депутаты, при которых ни один же голос еще не поднял, не сказал интервью, что-то сделаем. Вот это впервые в дагестанском обществе наши предложения изучать эфиры и доходят до Дагестана, те в 460 человек там сидят. А ведь те, которые держали Дагестан, которые довели этого Дагестана, спрятались, потому что их не сенавием, они устроили сами-то старики, чтобы их дело не коснулось. Их тоже, не знаю, это масштабно. Я, я честно говоря, я неоднократно говорю, постоянно повторяю, как что-то, опять, тоже как мантру. Почему эта медицинская комиссия проходится, да, тогда, как они проходят, эти садисты, медицинскую комиссию? Ну, менты как узнают садистские наклонности? Я не думаю, что там какие-то есть лики... Психолог должен вычислить. Психолог должен вычислить. Ты посмотри, Айз Рамзан, они были трое. И все трое, ни один из них не додумался, остановитесь, ребята, что мы делаем. А зверения дошли. Вот один же должен был сказать, ребята, тормозите, что-то может с ним быть. Это ток. Помнишь, буквально когда, две недели назад, да, показывали в Америке, да, током забили парня, десять дней назад. Помнишь, умер. Вот ток свежее забили, током умер, бедный умер. Вы, зная это, весь интернет видели, как этого в Америке парня током забили, умер. То же самое они делают, ты посмотри. И никому голову из них не... Они вообще с головой дружили, у них голова вообще есть на плечах. Как можно взять вот так и не подумать, слушай, это же человек, за что ты с ним? У нас есть... Власть почувствовали, власть, понимаешь? По опиратам. Один недостаток. Нашего диалога, Шамиль Матайевич, есть один недостаток. Мы еще не знаем, что эти люди сказали, вот эти три человека. Для полноты событий, их действия, что они, по каким, вот последовательность их действий, их решений, из чего складывалось, почему они так сделали. И это, наверное, мы узнаем. И после этого, может быть, у нас или злее мы станем, или добрее. Мы еще не знаем, что там, убитый человек. Но в данный момент у нас диалог неполноценный, не зная мнения, не зная допрос этих ребят, что выявить. Ты знаешь, сейчас я более чем уверен, они сейчас сами сидят, наверное, голову чешут, что же они натворили. Более чем уверен. Пока сами не попадут туда, в камеру, не понимают люди. Они были с этой стороны, как бы, да, бравировали, ходили, мы сейчас всех ломать можем. А сейчас на той стороне сами оказались. Им сейчас точно не сладко там надо. Вот уверен, конкретно им не сладко. Вот смотри, вот сейчас пишет, вот ИСМА, 16, здесь должна работать кровная месть. Вот как раз таки общество добилось того, при имаме Шамиле, еще наше, дагестанское общество, что отказались от кровной мести, потому что человек, не участвующий в убийстве, потому что он родственник, никакой роли не играет, его тоже убивали, Шамиле это запретил. А в любом нормальном обществе кровная месть отменена. Всегда есть доверие правоохранительной системе, что они лучше разберутся с этим событием и лучше накажут, чем тот кровный, который не имеет образования, просто пистолетом убьет невинного человека. Поэтому кровная месть здесь не должно быть. Но, когда такие вещи происходят в райотделе, в правоохранительной системе, сами они, тогда возникает необходимость, мысли возникают у человека, а зачем мне доверять этой системе, я могу лучше сам кровную месть вернуть кровную месть. Вот человек написал. Ты знаешь, вот самое обидное, что люди, именуемые правоохранителями сами оказались трое вот эти преступники. Правоохранители. Когда, дядя Шамиль, у человека бывает нарыв, начинается там то и все, или начинается сопли, течь там, нос течет, это не означает, что нос там виноват. Целый организм, он напичкан вирусами, организм борется. Поэтому сама вот эта три человека, они являются продолжением самой этой системе, в которой можно творить такие вещи и неоднократно. Ну, сейчас, мне кажется, надо аттестацию им всем там как минимум пройти в райотделе. Всех. Все должны пройти аттестацию и с привлечением специалистов, профессионалов, психологов, потому что это не дело, когда один и тот же райотдел, вот такие события происходят, история не очень хорошая, уже который раз там убивают людей. Поэтому надо пройти, если у нас нету психологов, ну, смотри, работают, когда устраиваются на работу, там же психологи есть, а зачем они зарплату получают, если вот так проходят люди, которые спокойно могут брать три. Я понимаю, один дурак был бы, да, там что-то надо, но три же не может быть, три опера, по теории вероятности это кошмарная цифра получилась. Да. Вот, поэтому надо, мне кажется, или проверять, кто им разрешение дал на работу, да, как медкомиссию проходили, кто был психологом, его тоже выгнать обязательно надо. Нет, дед Шамиль, дед Шамиль, одну психолога, вот это ключевых постах людей поменять и других поставить, а сама система сохраняется, гниль, поэтому они тоже превращаются в таких же наподобие тех, которые раньше были, поэтому всех проверять надо, не то, что проверять, а сама система, вот смотри, во время, когда были большие преступности, когда народ был, не было камер, когда не было телефонов, тогда было 25 тысяч полицейских в Дагестане, теперь процентно осталось только 30% от той системы, от того количества преступлений, даже Дагестан, признали самой беспреступности республики, вот эти наркоманы, которые продают эти таблетки, остались, а преступление исчезло, но количество милиционеров сохранилось на прежнем уровне, им чем-то хочется заняться, долгие дни эти операции, дели без дела, наконец-то почувствовали свое применение, убили человека, точно так же прокуроры, которых очень много, точно так же вот эта система, которая была увеличена для компенсации большой преступности, преступность пала, а система осталась, почему? Потому что эту систему впихнули детей, родственников, взятие этих ментов, и она обратно сократиться не может, поэтому сама система тоже должна быть оптимизирована, и это должно пройти в общении с общественниками, в общении со всем обществом, вот это мы убираем, они же наши, это правоохранительная система наша, она охраняет, соответственно, должны с нами советоваться, поэтому 25 числа будет встреча Меликова, прямой эфир Меликова, 25 числа в 3 часа дня призываю всех дагестанцев отправить все вопросы, которые у вас в голове, выйти в прямой эфир с Меликовым, проверить, этот человек достойно отреагировал на эти события, узнать его мнение, и узнать все то, что вы хотели сейчас узнать от нас, мы еще не сказали или не смогли задать вопрос, спросите Меликова, он является гарантом Конституции Республики Дагестан. Да, к сожалению, здесь он что сконстатирует? Он не сконстатирует то, что арестованы, идет следствие и так далее. А нас, да, нас устраивает только один ответ, что сделано будет, чтобы этого не повторилось. Что? Выводов же ведь не сделано. Не сделано, конечно. Ничего не сказано. Ничего не сказано. Я тебе скажу, дядь Рамазанов, когда прошлый понедельник задержали Магомеда Магомедова, человека, и Идрис Юсупов, Идрис говорит, Магомеда задержали, вы не могли бы подъехать в КНК туда, потому что опять задерживают, опять каждый понедельник задерживают, за что, чего, как. Я говорю, я со общественной палаты выехал и подъехал туда, в район, и там опера как раз были. Ленинский, советский, какой раздел? Советский опера. Тут же, да? Да, 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 да. Даже этот, я спрашивал Магомеда, что за опера были, я сегодня звонил, мне просто интересно, их не, потому что я их видел же, там, они высокий был, такой, как они разговаривали, я говорю, я там, ханяева, слушай, никакой корректности. Слушай, я говорю, вообще-то я зампредседатель ОНК, он говорит, чего, что за ОНК? Я говорю, вас проверять пришли, говорю. И он такой смотрит, разлелся, ушел. Понимаешь, так себя ведут они, да, эти опера некоторые. Это не те опера, которые были в те времена, которые ушлые, да, тихо, спокойно, он не, 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 как говорится, не палился, да. А эти вот, ведут мы там, это что за поведение, ребята, как, вы что, как вы разговариваете, надо же понимать, что я так спокойно смотрю на него, вы что говорю, это вообще-то мы, говорю, предкомиссия вас проверять. Понял, да? Это знаешь, о чем еще говорит, Шамин? Это говорит о том, что прокуратура надзор не ведет. Если ежедневно за каждым делом, которое возбуждено, сохраняет, соблюдается ли право человека, прокуратура же, это надзорный орган, чтобы следить за соблюдением прав человека и конституции. Они там не бывают, никто. Потому что сюда в нас езжу... Дядь Рамазан, они же по-русски читать не умеют. Ты забыл, какой мне ответ дали? Да. Прокуратура русский язык не знают. Я им одно спрашиваю, пишу, они мне другое отвечают. Они русский язык не знают в прокуратуре. Ну что, давай тогда эту тему ограничим. Слишком уже долго, более полчаса потратили на эту тему. Немножко потратим на давление директора школи номер 4, Махачкалинской гимназии номер 4. Я сегодня был в этой школе, зашел, проверил двор, зашел, когда заходил в коридор, чистый коридор, двор идеально, аккуратный, блин, я тебе скажу. И зашел, смотрю, 6 колясок инвалидов. Оказывается, 6 колясок инвалидов, оказывается, директор так, не хочет, чтобы они дома постоянно были, одни, общались с людьми, да? Этих инвалидов в школе сами дети вверх поднимают, низ поднимают, следят за ними, и в нормальном классе обучаются инвалиды. Махачкалинский. Это директор. Даньярчик. Даник, салон делай. Ох ты, без соски. Вот нормальный мутанчик, красавчик. Красавчик, мутанчик. Все, уменьшайте. Давайте. И я зашел в эту школу и выяснил вас. Быстро. Бегом. Даньяр, продолжай. Ну, я чуть позже продолжу, да, свою мысль. А с начальником образования, управления образования, ты разговаривал с Маратом Ибрагимовым? Да, разговаривал с Маратом Ибрагимовым сегодня. Виделись, мы с ним встретились, так получилось. И я тебе скажу так, из разговора с ним, я понял, что там все, при мне позвонил ему, Эндрик Селимович, министр по национальной политике, при мне, разговаривал, расспрашивал про директора школы, это четвертая школа. И Марат, он, конечно, прекрасно понимает, что и это учитель, это директор школы, хорошая женщина, все, там, у ней контракт не прерван, ничего. Насколько я знаю, сейчас решается вопрос о том, чтобы с ней все в мир аккуратно вот этот вопрос решить, чтобы и она в обиде не было, и чтобы народ не это самое, что-то будет, какое-то компромиссное решение будет принято, насколько я знаю, заранее говорить не хочу. Но там не будет с ней так, как кому-то, может быть, хотелось бы. И ты знаешь, что и выяснилось, к Марату он сам вызывал туда, она ходила, директор пошла к молодому парню, первый раз даже не нашла, обратно вернулась. И после встречи с ним она вернулась, сердечным приступом слегла, сейчас ее нет на работе. Что там произошло, я думал, тебе он рассказал, не рассказал он. Если бы он вел бы себя подобающе, инфаркт, этот сердечный приступ не получил, она не легла бы от такого высокого давления. И подоплекой всего этого является, что наша общественность, наш коллектив этой школы мне просто гордость взяла. Они сказали, никогда мы не дадим нашего директора в лапе этих чиновников. Больше того, они говорят, это русская девушка, которая подняла эту школу, Пашук Ирина Петровна, пойдем у памятника русской учительницы, весь коллектив, и еще туда присоединяются родители тоже. Такая мощная поддержка. Я даже говорю этим девушкам, этим работницам, скажите ей, она должна от удовольствия вылечиться, потому что такую поддержку коллектива и такую поддержку от родителей получить. не каждый учитель в Дагестане этого заслужен. Да. Не каждый директор школы в Дагестане этого добьется. Вот так. Никого не просили. Она тихо хотела подчиниться этому, думала, никто ее не поддержит. Они говорят, обратимся к Сергею Сергеевичу Кравцову, министру просвещения Российской Федерации, именно от памятника русской учительницы в Махачкале, которая находится. Это будет жесткий троллинг. Я тебе говорю то, что произошло. И что самое интересное, Шамин Матайевич, оказывается, причина какая всего этого. Сидели два чиновника и что-то разговор прошел. Одна жена одного говорит, слушай, говорит, я не хочу быть дворянкой домашней, я хочу быть владычеством школы большого коллектива. И этот чиновник будет директором школы номер 4. Все. Работает учитель, там хорошая школа, плохая школа. Чиновник обещал своей жене. Вот это еще более обидно для Дагестана. Вот это причина. И этот высокий чиновник, высокий чиновник по одному звонку закрутил вот это, чтобы убрали, освободили ячейку для его жены. Ну, мы посмотрим, как это получится. Мы посмотрим. но информация такая есть, что там ряд директоров школ хотят сменить там и не совсем прозрачно это делается и в чьих-то интересах тоже. Я знаю это. Да. Это тоже выяснил. Больше того, что здесь выяснил Шамиль Мутаевич, что меня еще гордо, директора других школ республики, которые знают, кто такая Ирина Петровна. У нее же семинары, олимпиады, они общаются на августовских конференциях, выступают. Они знают значение этой женщины. Они сказали, оказывается, вместе с ней уйдем мы тоже, если не добьемся справедливости. Не только этот коллектив в 4-й школе, не только Махачкалы, другие тоже. Это еще раз говорит о том, что у нас национализм уже ушел. Все нации, нет там русских, чтобы русского поддержали, что она русская. Вот поддержали дагестанцы. Это еще раз говорит о том, что чиновник в Дагестане перестал быть богом. А скоро мы добьемся, что таким чиновникам не то, что руку не подавали, пинок под зад на каждую свадьбу давали, их не выгоняли оттуда за такие поступки. К этому мы добьемся. Наверное, слава Богу, что наше общество, мы бы даже вот этот Шамиль, не могли бы разговаривать с людьми, сколько, 450-500 человек здесь собирается, с ними вот на эту тему не могли бы разговаривать, если бы общество не готово было принять такую информацию и поддержать. Она созрела. Это большой перелом. И чиновники должны понять. Будьте осторожны, ребята. Вы испортите карьеру не только себе и своим детям тоже. Будьте осторожны. Внимательно, тише воды ниже травы. То, что вы не отворили, уже достаточно того, чтобы вес вас с духом обчистить и вернуть на государство все, что вы украли. Это будет. Ведите себя нормально, чиновники. Ты знаешь, Рамазан, тот же самый чиновник, например, Эндрик Сиримович Мусимов, он позвонил по поводу этой директора школы. Тоже. Чиновник чиновнику рознь. Кому-то хочется места, а кому-то, а кто-то отстаивает права директора школы. Надо, чтобы все вот так отстаивали права не только директоров школы, но директора школы и учителя должны тоже сами чувствовать поддержку народа, чтобы они, вот сейчас ты сам знаешь, какой есть негатив в отношении учителей и так далее, связанных с выборами и так далее, и так далее. Но эти люди должны понимать, что мы сейчас не должны дробиться, мы должны быть монолитом. Мы друг другу должны помогать. Вот, может быть, сейчас осознание какое-то тоже хотя в четвертой школе я никогда не слышал проблем, претензий. В четвертой школе. Я тебе говорю, так коллектив держит, так детей держит. Каждого ребенка по имени знает, каждого родителя она знает. Я говорю, боже, педагог от Бога, Пашук Ирина Петровна, педагог от Бога. Это признают и родители. И посмотри на моей странице, вот, я несколько слов о ней сказал, как люди зашли туда и пишут, какие комментарии эти люди. Честно говоря, обо мне вряд ли столько, обо мне тоже, да, когда у меня директор школы отобрал два часа физики, село не пустило детей в школу, пока Рамазан не вернут эти два часа физики, хотя большую роль не играло. Они хотели, чтобы их детям преподавал я. Тогда еще были такие зачатки. Но сегодня такого педагога, да, я тут там еще молодой был, такого педагога, такой наезд осуществит, этот чиновник вообще берега попутал. Ради своей жены все это пошатать всю образовательную систему республики. Я тебе говорю, это вообще невероятный случай в истории Дагестана. Ну, здесь по поводу Марата Ибрагимова, что я могу сказать, не Марат принимает решение, не Марат. Поэтому сейчас я как бы, я помню, что я даже тебе тогда позавчера в эфире сказал, когда эту тему обсуждали, там надо узнать, и мне не Марат принимает решение, а те, кто принимает решение, они должны понимать. И Марату я тоже сказал, Марат, это пожилая и достойная учительница. Дядя Рамазана, сын учился в этой школе, он знает, что говорит. Я говорю, никаких плохой информации об этой школе никогда не было. Учительница русская, она порядок там держит. Я говорю, не дай Аллах, с ней что-нибудь случится. Она, говорю, болеет, что-то у нее плохо, да, вот в этом плане. Не дай Аллах, я говорю, смотри, Марат говорит, предельно осторожнее надо быть с ней. Ни в коем случае она не должна пострадать. Ни в коем случае. Он говорит, конечно, я это все знаю, но решение принимает не Марат. Кроме того, вот для Марата наши пожелания, да, мы уже как Аксакадр отговариваем, Марат, у тебя политическая карьера на небоскоре Дагестана может быть иметь большое продолжение. В данный момент тебя используют как инструмент для выполнения каких-то чужих задач. Ты теряешь на это хотят тебя использовать. Случилось, и от тебя пришла руководитель школы и сердечным приступом расстроенная. Ты должен пойти к ней домой или там каким-то образом извиниться и восстановить свои отношения, реабилитировать себя, потому что через тебя начальника мы имя даже не произносим, ни его жену не произносим, ни министра Бучаева яхью не произносим, ничего, абсолютно. Мы о тебе сейчас говорим, потому что через тебя случилось вот эта трагедия с этой женщиной. Иди к ней, поговори. У нас все должно быть на человеческом уровне решаться, а не на каких-то там чиновники, не чиновники. Чиновники содержатся на налоге граждан. Поэтому им право никто не дал, как ханы, как князья того убрать, того поставить и так далее. Этого быть не должно. ни в коем случае. Поэтому я думаю, что вопрос с ней решится нормально. Я думаю, ее сейчас точно не тронут. Я почему-то в этом уверен. А дальше мы посмотрим. Дальше мы посмотрим. Вот эта практика, когда освобождают место под кого-то, она должна быть прекращена. Если человек не отправляется с работой, если плохие показатели и так далее, и так далее, вопросов нет. Да, согласен. Вопросов нет. Мы поддержим, наоборот, скажем, человек не на своем месте. А если человек на своем месте, есть хорошие показатели, требователи, все в порядке, трогать нельзя. Трогать нельзя. Ни в коем случае. Не то, что трогать. Не то, что трогать. Это случилось с учителем, с директором. Теперь система образования опять-таки должна реабилитировать себя. За многолетний труд этой женщины должны уже назначить ей и поощрение, посмотреть ее коллеги и эту школу. Дополнительно какой-то бонус за то, что пострадала из-за этой системы. Может быть, там, я не знаю, детей отправят в лагерь отличников или выделить какой-то компьютерный класс или что-нибудь такое для реабилитации от Марата. Иди к папе, попроси у него денег и сделай тебе в школе подарок, Марат, иначе ты не оправдаешься и не реабилитируешь себя. Почему он должен у папы деньги просить? Марат вполне самостоятельная фигура. Еще лучше, пускай уже они попросят. Опять начнем. Дядь Рамадан, прекращай. Вот у тебя переходы такие. Нет, я почему? Я у меня всегда деньги в тумбочке, оттуда доставать, доставать иметь только право жена. Я всегда прошу, достань, дай мне денег, потому что она не позволяет распоряжаться, потому что у него тоже такая же строгая жена. Кто знает? Поэтому я так, в общем, обращаюсь к Марат или к его жене. Так, ну что, тогда будем прощаться, дядь Рамадан, у нас уже осталось там. Я хотел бы еще раз в заключении что сказать, по поводу Курбана покойного. Подожди, Шамиль, пока ты скажешь это как завершение, что-то меня кто-то похвалит в первой жизни. Знаешь, Снежана Сеферова просит, пишет, молодец, Рамадан, ты единственный мужчина в Дагестане, который может говорить в лицо. Таких еще никуда, никогда не было. Ты человек с большой буквы. Почему ты мне никогда такие вещи не говоришь, вот какая-то женщина Снегурочкина, я фамилию даже забыл, только они говорят. Теперь ты меня сподвигла на следующий подвиг, я еще больше буду стараться. Я хочу сказать по поводу Курмана покойного. Наши дагестанцы должны поддержать семью эту. Обязательно. Обязательно. Там дети, там жена. Вот состояние шок. Я представляю родителей, там что творится. И узнать, где они живут, прийти к ним, рядом постоять. Они не должны почувствовать, что они брошены. Там некоторые люди говорят, а что там? Сейчас в социальных сетях повозмущаются, повозмущаются и забудут. Люди помимо социальных сетей должны все-таки прийти и этой семье рядом постоять. Обязательно. Потому что парень так же невинно убит, как и мальчишки Гасана Гусейнова так же невинно убит. И я думаю, и глава республики Сергей Алимович Меликов, как гарант конституции республики Дагестан, я думаю, он тоже обратит внимание на эту семью и не пройдет мимо. Все, кто невинно убит в нашей республике, невинно убит, обязательно все должны быть рядом вместе с этой семьей. Было бы, наверное, приличнее еще, если все сотрудники правоохранительных органов отказались от месячной своей зарплаты в пользу этой семьи, чтобы как-то впечатляюще, запоминающе было и помощь этой семье, и кроме того, их долг, ведь эта их система убила человека, должны они каким-то образом себя тоже реабилитировать. Вся система должна месячную зарплату собрать и отдать этой семье. Другого как-то, наверное, как-то ослабить нахряжение. Поддержка обязательно должна быть этой семье, обязательно, потому что дети вырастут, поступление, образование, чтобы, я считаю, Министерство внутренних дел просто обязано и взять под свое покровительство. Все, спасибо, Дядя Семен. На этом, наверное, наша эфира завершена. Здоровья всем. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Саламу алейкум.